И снова с вами Евгений Юрьев, и снова из Нижнего Новгорода город, Нижний Новгород, заборы каменные, люди железные, старая поговорка про Нижний Новгород, в этом чудесном Нижнем Новгороде происходят всякие интересные чудеса, например, сейчас я обещаю из чудесной, загадочной квартиры, находящейся по адресу Юльских дней, дом 9, Можешь квартиру сказать? Квартира номер 10, здесь происходят всякие аномальные события, сюда проникает волтергейст, барабашки, как только хозяйка этой квартиры, именно моя сестра, она когда уходит, и сюда проникает волтергейст, То есть, волтергейст загадочным образом, оставляет какие-то метки на стенах, зачем-то, скорее, повреждает двери, замок вот недавно выбил, пришлось вставлять, но не все он разрушает волтергейст, например, он даже как-то подчинил свидетельство о рождении, так? Угу. Свидетельство о рождении, было бы свидетельство о рождении, хранилась порванная корка, она взяла, так и под влиянием полтергейста она изменилась, то есть у меня стала корка целенькая, и единственное такое изменение, это какое месторождение поменялось? Город изменили. Город рождение изменили, с города. Горький на городу гор. С города горький на городу гор. То есть вот так вот. Наверное, где-то между, да? Так решили, что недалеко. Да, то спалтергейст он способен влиять на документы, исправляя их. Хотя, например, вот доверенность тут генеральная, она просто берет, исчезает и появляется, исчезает, появляется. Доверенность, имя соседки с правом приватизировать квартиру, но генеральная, как выяснилось, по настоянию соседки, и она так берет, так исчезает и появляется, хоп, появилась, потом исчезла. То есть каждый раз, когда я уходил в ночную смену, доверенность исчезает, потом через какое-то время появляется чудесным образом. Вот такое чудо. Но это не единственное чудо, которому славится. Это чудесный дом номер 9. Например, слышите звон? Не слышите. А, я слышу. Любой человек, находящийся в этой квартире, слышит специфический звон в ушах. Он, например, постоянно звенит. Вот. Если войти в этот дом, то вот этот звон, он начинает звенеть между первым и вторым этажом. И если подняться по лестнице, оставил такой эксперимент, и в этаже после пятого он перестает звенеть. То есть где-то вот на уровне третьего, четвертого этажа, где находится эта квартира, как раз этот звон постоянно такой звенит, 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 звенит. Вот. Еще интересным образом он влияет на телевизор. То есть у нее есть телевизор с кинескопом, такой старый, так и древний. Раздолбанный. Тут все такое. Просто денег нет. Все украли. Вот. И вот этот телевизор, он вот включаешь, начнет изображение так мерцать. Я пытался заснять на камеру, но там это не видно, но глазом очень хорошо определяется. Мерцает вот это дрожание изображения, характерно, оно прям бросается в глаза, мешает смотреть. Может быть, к лучшему смотреть телевизор не надо, но помните о безопасности при работе со всякого рода устройства. Надо. Просто у меня был такой случай, я работал, ну скажем так, на компьютере. В одной организации. Первый этаж, снизу подвал, передо мной компьютер, работа на компьютере напряженная, напряженная глаза. А был стуар и монитор. То есть это же не начальственная комната, это комната для, скажем так, низового персонала. Как же, монитор стуары, с кинескопом. И там изображение дергается, 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 дергается. Думаю, что они сломанные. Сдали в починку, вызвали. Говорят, все хорошо. У нас не вибрирует. Я поднялся туда к этим самым техникам. У них все хорошо, у них изображение четкое. Станет туда, изображение вверхает. Ну, естественно, вспоминаю, школьный курс физики. Там же электронная трубка, лучевая в этом кинескопе, отклоняет магниты, отклоняет вот этот поток электронов. Думаю, так, хм-хм-хм. Где-то здесь, значит, источник электромагнитного поля. Нет ли здесь денег в трансформаторной будке? Я пошел искать. В общем, мы выяснили, что да, прям под нами трансформаторная будка была. Женщины, которые работали вместе с самой, они там, воодушевленные моим рассказом про онкологию, они спобудили начальство провести замеры. Они замерили, пришли датчики. Ну, ух, у вас повышенный фунт там. Ну, конечно, естественно, что заменили компьютер. Не компьютером, а не то, чтобы он не дрожал. Длительное время пытались поставить там какую-то защиту под это. Или заговорили, что пытались поставить защиту. Когда я говорил про клетку Фарадея, я говорю, отстань, мы лучше знаем защиту. А не что-то под потолок, там под нами трансформаторная была. Они перебивали железки, типа, вот тут излучать не будет. Ну, в итоге все-таки переселили. Но пока не переселили, там, кстати, работа хорошо пошла в том месте, потому что начальство перестало приходить. Раньше начальники приходили, мешали работать. А после того, как они узнали, что вредно находиться в этом помещении, значит, все начальство прямо перестало. Так что, запомните, нау-хау. Ну, и, в общем-то, тут тот же самый феномен, тот же самый механизм. То есть, точно так же дергается, дергается изображение. В том самом, в кинескопе точно так же звенит в ушах. Звенит в ушах, по-видимому, потому что слуховые нервы или какие-то мозговые структуры в этом анализаторе принимают. Они работают как антенна. И какое-то устройство, которое здесь едино-неношно работает, оно наводит звук. Если вы спросите, почему так, каким образом, почему посреди дома, то есть, если взять этот девятиэтажный дом, посмотреть, то третий этаж, то где-то даже до середины не доходит по высоте. Обычно трансформаторные всякие там будки и прочее-прочее располагаются в люфтовых шахтах, обычно наверху на самом, либо еще где-нибудь, прям в середине дома здесь ничего такого нет, а в то же время явно повышенный фон. Я посоветовал бы вам поискать ответ в живом журнале моей сестры Валевска Ольга или в фейсбуке. Я под вот этим видео размещу рекламу этого самого, тех самых ресурсов. И там вы много узнаете про ВТБ, про РЖД и про господина Костина, которая все никак не хочет отдать моей сестре, украдя на нее деньги. Будьте на связи и главное помните, берегите себя.